С тех самых пор, как человек пытался разобраться в том, как потереть друг от друга две палочки, чтобы сделать шашлычок, он задавался этим вопросом. И все ответы на него, верите вы в Бога или нет, подходят в одну из этих категорий. Ответ язычника, ответ атеиста, еврейский ответ. По правде говоря, ответ язычника самый очевидный. Но не волнуйтесь, я не язычник. Для язычника причина, по которой плохие вещи происходят с людьми, проста, потому что эти люди плохие. Как и человек, один из божков наказывает того, чьи действия он не одобряет. И даже если вы или я можете думать, что бедолага на самом деле замечательный, язычник заключит, что его божок с этим не согласен. Должны быть вещи, которых мы не знаем о человеке. И, следовательно, бедная душа получает расплату за то, что задело одного из божков. На самом деле, эта идея распространилась в большинство религий мира, кроме иудаизма. И единственная причина, по которой она не распространилась еще больше, это потому что она не очень утешительна. Тяжело представить речь на похоронах о бедном дяде Альберте. Ты знаешь, мы всегда считали тебя хорошим парнем, но похоже, что пианино, которое упало на тебя в возрасте 35 лет, доказало нам обратное. К сожалению, большинство людей думают, что существует лишь два возможных ответа. Ответ язычника и ответ атеиста. И люди могли бы полностью отказаться от ответа язычника, если бы ответ атеиста не был бы гораздо хуже. Атеист говорит, что никаких причин нет. Все случайно. Дядя Альберт просто оказался в неправильном месте в неправильное время. Просто не повезло. И с первого взгляда это может показаться привлекательной идеей. Но вы жестоко ошибетесь. Когда вы думаете, что ваш родитель, начальник, всевышний или даже сама жизнь относится к вам случайным образом, вскоре вас переполнит чувство отчаяния. Какой смысл что-то делать, если случай может все это перевернуть? Другой способ посмотреть на этот вопрос, это увидеть, что вся боль может быть разделена на две категории. Со смыслом и бессмысленная. Мы можем пережить все, что угодно, если знаем, что есть причина, по которой мы проходим через все это. Самый лучший пример это беременность. Как женщины проходят через это? Потому что в конце их ждет очень важный результат. Однако, если наше страдание бессмысленно, то мы перестаем стараться. Если это и есть жизнь, то люди сдадутся. Мы не можем пройти через что-то тяжелое, если в этом нет смысла. Представьте себе человека, рожденного в глубоких джунглях вдали от цивилизации. Он ничего не знает о современных технологиях, о современной медицине. Однажды в поисках еды он спотыкается о камень, падает и разбивает голову. И когда он просыпается, он обнаруживает, что оказался на кушетке. Свет ярко слепит ему глаза, и над ним стоят люди в белых халатах. Он видит острые предметы в них в руках, и он понимает, что его словило племя каннибалов. И готовит его к обеду. Он паникует и хочет вырваться на свободу. И теперь представьте, что кто-то попытается объяснить ему, что это не каннибалы, а доктора. Они не хотят навредить тебе, а хотят вылечить. Эти незнакомые, ты только что провели 23 часа без сна и отдыха, пытаясь спасти твою жизнь. С точки зрения нашего дикаря, есть ли такая вероятность, что он мог бы хотя бы представить, что абсолютно незнакомые люди будут так стараться, чтобы спасти ему жизнь? Еврейский ответ заключается в следующем. Стараться понять пути Всевышнего в трагические моменты так же нелепо, как и этому бедному дикарю понять, что злые каннибалы на самом деле хотят спасти ему жизнь. Всевышний никогда не хочет нам навредить, но хочет только помочь нам исцелить. Да, иногда больно, когда тебя лечат, но даже сама боль – это часть так называемого лечения от самого Всевышнего. Когда жизнь преподносит испытания, спрашивайте, не почему это происходит со мной, а что эти обстоятельства требуют от меня. И в каждой болезненной ситуации старайтесь найти возможности для роста. Субтитры создавал DimaTorzok